Фёдор Крышнинников, политолог. Фёдор, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Мы в прошлом эфире, который был на прошлой неделе, пардон за повторение много раз слова «прошлый», так вот, мы успели обсудить то, что происходит на фронте, и, соответственно, важную тему – это отправка военных из Северной Кореи в Украину. Они будут воевать, понятно, что на стороне России, и, если до этого мы говорили о высокой возможности, о высоком потенциале этого решения, сейчас уже всё указывает на то, что это произошло, уже весомый контингент отправлен на территорию Украины. Во всяком случае, это либо тысячи, либо десятки тысяч человек. Уже есть подтверждение разведки Южной Кореи, уже есть видеоподтверждение, ролики с военными, которые находятся на территории. Прежде всего, чем это чревато для Украины, мы как раз успели поговорить в прошлом эфире, поэтому, если вы ещё не посмотрели, обязательно заходите. А сейчас хочется остановиться на теме, чем это чревато для Кремля, есть ли тут какие-то минусы или угрозы, на ваш взгляд? Ну, я, честно сказать, не очень понимаю, какие там могут быть минусы для Кремля, потому что я абсолютно считаю фантастическими сценария, так сказать, бунта северокорейских солдат, повторение как-нибудь Пригожинского сценария северокорейскими солдатами и так далее. По большому счёту для Кремля здесь, к сожалению, никаких минусов нет. Это позволяет им снизить планку призыва добровольцев. То есть, каждая тысяча северокорейских солдат на фронте – это тысяча людей, которых не надо искать по городам России. И в этом смысле я не вижу смысла обсуждать какие-то многосоттысячные или миллионные контингенты. Конечно, этого не будет. Но, учитывая размеры армий воюющих на фронтах и соединения, которые находятся на отдельных участках фронта, вот та цифра, которая фигурировала, то есть там 10-12 тысяч человек говорили, на каком-то участке фронта это может создать критический перевес. Кроме того, меня отдельно расстроило, что посылаются сюда не какие-то, в общем, стройбат, потому что значительная часть северокорейской армии – это действительно мобилизованные, а у них служат 10 лет, это просто мобилизованные люди, которых используют как стройбат. То есть, они там что-то строят у них. И, в общем, если послали таких людей, это, конечно, не очень боеспособные силы. Но, насколько я видел в публикациях южнокорейской разведки, и там речь шла о том, что послали спецподразделения. Это, конечно, гораздо неприятнее, потому что можно сколько угодно предаваться, так сказать, бытовому расизму и рассуждать, что вот северокорейские солдаты, они там какие-нибудь не таких, можно шапками закидать. Но подозреваю, что даже если подготовка спецназа, спецподразделений корейской народной армии не сильно выдающаяся, в любом случае они как минимум подготовлены не хуже, чем среднестатистический российский доброволец, 50 лет от труда, который списался за деньги служить в армии. Это, конечно, может создать определенные проблемы на фронте. А вот какие проблемы это может быть для Путина, я, честно говоря, не понимаю. То есть и моральных проблем, и идеологических проблем у него нет. Те люди, которые бегают и сами себя уговаривают, что какой позор за русский мир, там северные корейцы будут воевать, доплевать они хотели на идеологию. Для Путина эта война имеет эвестенциальное значение. То есть ему надо победить любую цену. Не ради идей, не ради лозунгов. То есть нет никакого там у него внутреннего ограничения, что нет, за великую Россию должны бывать только россияне. Мы видим уже, что они без всяких, так сказать, беспалево призывали индусов и людей из Непала, но хотели и сербов. Была большая программа по вербовке людей из Сербии, но не получилось. Ну вот они нашли, откуда их брать. То есть морального какого-то тупика, чтобы прям вот Путин заплакал и сказал, да как же я так морально обанкротился, что за великую Россию, за русский мир воюют корейцы, у него такого не будет. Он вообще ни за какой за русский мир не воюет. Он воюет за свою победу, чтобы каким-то образом закончить эту войну, чтобы это можно было выдать за победу. И будут ли за него воевать корейцы, сирийцы, там, я не знаю кто, непальцы, ланкийцы, абсолютно, так сказать, его это не беспокоит. И пытаться там кого-то усовестить этим тоже не стоит. Тем более, что если там взывать, опять же, к совести каких-нибудь зет-патриотов на тему, как же так, почему за ваши святые идеи воюют корейцы, они скажут, ну, прекрасно, что такого. Пусть лучше корейцы гибнут, чем наши ребята. И тут тоже как бы вин-вин получается. Поэтому мне эта вся ситуация кажется довольно неприятной со всех сторон. Тогда хочу перейти к другим новостям. Точнее, они, естественно, связаны с тем, что происходит и с военными Северной Кореи. На прошлой неделе издание «Верстка» опубликовало репортаж из пункта отбора на службу по контракту в Москве, где, собственно, журналисты пообщались как раз с людьми, которые идут подписывать контракт. И понятно, что главная мотивация у людей, они этого не скрывают, денежная. Но, среди прочего, сразу несколько людей, с которыми общался журналист, они говорят, что вот решили пойти записаться после того, как в СУ вторглись в Курскую область. И, на ваш взгляд, насколько это можно считать реально массовой мотивацией? Можно ли говорить о том, что это реальная мотивация? Или это, скорее, такой некий формальный повод? Ну, я не думаю, что это какое-то массовое явление. Я даже не думаю, что в отношении конкретно вот этих вот людей это последний аргумент. В любом случае, какие-то атаки на российскую территорию были давно уже. Если человек такой прям патриот, что его перекорежило от атаки на российскую территорию, ну а что его там, дроны прилетающие не корежили, или там эти вот атаки на Белгородскую область, которые, в общем-то, имели место уже довольно давно. Но почему его все это не беспокоило? А тут он вдруг забеспокоился и дождался, пока будут платить сколько-то, 5 миллионов, и побежал вступать, так сказать, в лидер-российскую армию. Очевидно, что это просто какое-то оправдание. Может быть, переоценим собой. Потому что очевидно, что главное – это все-таки деньги. Потому что те, кто хотели воевать за идею, те, для кого принципиально было, значит, вот за Россиюшку там помереть, они уже записались и в 14-м году вступили в ополчение и погибли где-нибудь там под командованием Моторова. Ну или, в конце концов, когда эта война началась, у них была масса возможностей. Как только началась запись добровольцев, если для человека деньги не принципиально, а он за идею идет воевать, что ему ждать-то? Пошел бы записался, да? Очевидно, что вот те люди, которые записываются на фронт спустя два с половиной года войны, причем за очень большие деньги, в этой статье речь идет о верболочном пункте в центре Москвы, где со всеми московскими надбавками люди получают на руки, там, по-моему, чуть ли не 2 миллиона сразу, а в течение первого года 5 миллионов 200, что ли. То есть понятно, что это не какие-то бескорыстные патриоты, которые вот сидели дома, значит, как Илья Моромес на печи, а потом вдруг услышали новости про Хурскову, побежали воевать. Но я думаю, что это хорошее такое самооправдание для людей, что не просто я пошел воевать, значит, на территории Украины, потому что я такой агрессор и нехороший человек, а вот они напали же на Курскую область, вот и я пошел. То есть то, что эта пропаганда российская отыграла многократно, ну, наверное, да. И действительно можно, так сказать, на эту историю посмотреть и таким образом, что до ситуации в Курской области действительно не было никаких оснований полагать, что Украина хочет или готовится напасть на Россию. Это было вранье от начала и до конца, и мы про это все два года рассказывали. А потом выяснилось, что Украина все-таки зашла на территорию России, причем не какими-то там добровольческими подразделениями, а в СУ. То есть тут я сейчас не оценивал, правильно ли это, неправильно, в конце концов. Война идет два года уже, и, в общем, тут никаких ограничений уже, наверное, нет. Но для людей, которые живут под воздействием пропаганды, это как бы, ну вот, сошлось все. Путин же говорил, что украинцы хотят напасть. Вот напали. Напали на Курскую область. Ну, тут еще и деньги платят. Пойду воевать. Но все равно я повторюсь, что явно, так сказать, идеологические причины здесь не первые и не важные. Тогда хотел перейти к плану победы Владимира Зеленского, в частности, о том, что происходит в Курской области. Он тоже в рамках этого плана победы обсуждал. И вот в прошлый раз мы не успели об этом поговорить, потому что не было опубликовано официального этого плана. Сейчас сам Зеленский его все-таки представил. Я вот предлагаю пройтись по некоторым пунктам, чтобы вы оценили, не знаю, их реалистичность, их потенциал. Пункт первый. Первое. Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. Ну, тут, видимо, речь идет о приглашении, а не о вступлении. Ну, приглашение, наверное, Украина может получить. Только я не очень понимаю, в каком смысле это поможет победить. В моральном смысле, что это как вместо флага понесут впереди наступающих поиск или что. Потому что с точки зрения помощи Украины, то, что могут и хотят западные страны Украине помочь, они и сейчас это делают. То есть как бы без приглашения в НАТО. Как непосредственно этот юридический жест, скажем, способствует победе, мне не очень понятно. Но, возможно, это как бы такая вот именно мобилизующая история. Хотя мне кажется, что это просто вот Зеленский хочет подтолкнуть западные страны к каким-то решениям, чтобы они наконец-то официально сказали, что да, приглашаем. Насколько это реалистично, я не очень себе представляю, потому что внутри НАТО есть разные страны. И это не только те страны, которые безусловно проукраинские настроены. Там есть и Венгрия, там есть и Словакия, там есть, например, Турция. И неизвестно вообще готовы ли они к этому. И хотят ли они, и поддержат ли они. То есть, ну в любом случае, то, что победа Украины над Россией, план называется План Победы, начинается с действия, которое вообще напрямую никак не зависит от Украины, а зависит от западных стран, и напрямую не затрагивает Россию. Потому что приглашение в НАТО как бы не приводит к тому, что НАТО включается в войну на стороне Украины, мне не очень понятно, как функцию можно рассматривать явным таким шагом к победе. Может, я что-то не понимаю, но... Тогда я хочу к другим пунктам перейти. Второй и третий, они в основном посвящены военным каким-то действиям. Если коротко, они сводятся к тому, что нужно продолжать операции на территории России, снять ограничения по ударам по ее территории. А также, тоже третий пункт, нужно разместить на территории Украины неядерный сдерживающий пакет. Опять же, вот с точки зрения реалистичности, как вам? Ну, я думаю, что на территории Украины что-то размещать в условиях войны, это, по сути, подставлять европейских военнослужащих под удар. А это очень опасно, потому что там техника гибнет, ладно, там, предположим, даже гибнут какие-нибудь офицеры, инструкторы. Ну, это уже хуже, но, тем не менее, это штучные товары, и там у них специфические, очевидно, не знаю, как все это... Ну, это специальные какие-то люди, да. Если туда вводить массово какой-то контингент, ну, или хотя бы там средней массовости, то гибель каких-то европейских солдатиков, конечно, вызовет большой отклик в их странах. Поэтому здесь, не знаю, насколько это реалистично. Опять же, тут надо спрашивать у западных экспертов. Что касается операции на территории России ударов вглубь, ну, мне кажется, что операция в Курской области очень сильно переоценена по своему воздействию. И очевидно, что то, что там в ближнем пригранище что-то происходило, не произвело какого-то такого воздействия ни на Путина, ни на население России, ни на российскую армию, чтобы это как-то ослабило натиск. Мы, я вот, не вижу никакого ослабления натиска. По поводу точечных ударов, тут, так сказать, мнения разные. Очевидно, что с точки зрения какого-то воодушевления украинского населения и армии удары точечные вглубь России производят очень благоприятные действия, как, кстати, и Курская операция, хотя насчет этого я уже немножко сомневаюсь. Но я так понимаю, что скепсис Запада связан с тем, что, ну, как бы, очевидно, что точечными ударами войну-то не выиграть. Ну, хорошо, точечные удары громкие, обидные для Путина вглубь России, но это же не приводит к развалу фронта. Это не приводит к остановке наступления. Но при этом, если вот эти удары по территории России будут наноситься западными системами, которые обслуживают западные специалисты, ну, очевидно, что чем более сложные системы, тем сложнее ее обслуживать неподготовленными людьми, то, как бы, ну, Путин может это воспринять, о чем он, собственно, постоянно говорит, что это вот уже не украинцы по мне стреляют, а вы по мне стреляете. Ну, и начинает так сшантажировать Запад там ядерными ударами и прочими неприятными вещами. Все это создает, конечно, такую довольно противоречивую ситуацию, которой, конечно, пользуются всевозможные Путин-Ферштейр и там внутренние какие-то оппозиции страны Запада, которые говорят, зачем нам это нужно, вот мы сейчас в это влезем, потом не вылезем. А самое-то главное, что, ну, а докажите, что вот эти удары в голове России приведут к поражению России и победе Украины. Или что боевые действия на территории Курской области каким-то образом могут привести к победе Украины. Ну, то есть я сейчас не то, что я, так сказать, вот задаю вопросы, я просто задаю те вопросы, которые задают, ну, скептики, скажем так, да, и ответов на них как бы не очень видно. Тогда к еще одному пункту перейду. Это пятый пункт, тоже политический. После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут по факту, как мы понимаем, следует из этого пункта, заменить украинские военные. Мне кажется, что это как раз то, что, например, могло бы понравиться Дональду Трампу, который уже не раз подчеркивал, что защиту Европы, давайте вы сами будете ей заниматься, уважаемые европейцы. По факту именно это Зеленский предлагает сейчас будущему президенту, либо Трампу, либо Харрис. Но, по идее, это возможно только в случае, если возьмут их в НАТО. Вот как вы считаете? Это возможно не только в случае их возьмут с НАТО. Они сначала должны победить Россию. Потому что если никакой победы над Россией не будет, то делать вид, что украинская армия всех сильнее как бы не получится. То есть слишком много если. То есть Украина должна победить Россию военным путем, ее должны взять в НАТО, а все страны НАТО должны обрадоваться, что теперь их покой будет охранять украинская армия, а не американская. Ну, вот как бы там будут они рады украинской армии, нет отдельного вопроса. Потому что, насколько я понимаю, та же Польша вполне себе претендует на то, чтобы быть самой большой, так сказать, вооруженной армией в Европе. Они в это время очень сильно вкладываются. Кроме того, есть турецкая армия, например, тоже довольно сильная. Поэтому вот там, кто там будет охранять покой Европы, мне кажется, это какой-то разговор очень преждевременный. То есть обсуждать, кто там будет потом, когда Украина победит в ситуации, когда мне лично эта победа сейчас не кажется очевидной, но довольно опрометчивой. То есть вообще я не могу сказать, не хочу сказать, что это какой-то там плохой план или там неплохой план. У меня полное впечатление, что это план прежде всего для внутреннего потребления. Что это Зеленский обращается к украинской нации и пытается ее вдохновить вот этим планом, что надо поднажать, надо не сдаваться, и тогда у нас вот все будет хорошо. Пусть нас возьмут в НАТО, пришлют нам оружие, поддержат нас, а потом мы победим и будем самыми, значит, там всеми любимыми защитниками Европы и, главное, армии. Все это, конечно, очень вдохновляюще звучит, наверное, для каких-то украинских патриотов, для граждан Украины. Но вот как бы насколько все это реалистично и каким образом все эти пункты ведут к военной победе на полях сражений, ну вот тут я не военный эксперт, я, так сказать, пожалуй, воздержусь от оценки военного значения этого плана. Тогда так обобщу вопрос, на ваш взгляд, существуют ли вообще какие-то формулировки для Владимира Зеленского, которым можно как-то подобрать, не знаю, сформулировать для того, чтобы Запад, я не знаю, какие-то отдельные страны Запада и США это убедило? Не знаю, я думаю, что у каждой страны свои собственные какие-то идеи, свои собственные проблемы и вопросы. И вот так вот выступив с трибуны и сказав там, вот у меня есть пять пунктов победы, поддержите их, примите меня в НАТО, это все-таки не так делается политика, особенно политика такая большая, и не так решается вопрос о вступлении в какую-то организацию. Очевидно, что первичные это переговоры с правительствами национальными. Собственно, вот и в Брюсселе здесь постоянно это можно слушать, то есть люди говорят, что, слушайте, если вы что-то хотите добиться, надо пойти по национальным правительствам, с ними договориться, а потом уже, так сказать, будет общеевропейское решение, потому что так это работает и в НАТО, и в Евросоюзе, что на самом деле решают вот страны, члены НАТО, страны-члены Европейского Союза, а не так, что там где-то вот можно приехать в одно место, там выступить, все такие слушатели вдохновляться и заставят национальные правительства немедленно все ратифицировать. Ну, не так все устроено немножко. В ситуации с НАТО там, конечно, есть более несколько стран, которые ключевые, прежде всего США, Великобритания, Франция, Германия, которые вот там у американцев самая большая армия, у французов и англичан есть еще ядерное оружие, у немцев много денег, вот они как бы, в общем, должны согласиться с этим и одобрить. И тут надо вести переговоры очевидно с ними, я так понимаю, что там в этом узком кругу нет пока единства по этому вопросу. Тогда один уточняющий вопрос. На ваш взгляд, понимают ли западные страны, что нынешняя война, это война не только России и Украины, а вот как мы сейчас видим по примеру участия уже Северной Кореи, а, скажем так, нечто большее, что уже формируется некая, ну, скажем, без метафора не коалиция зла, но коалиция людей, которые максимально противостоят и западным ценностям и в целом западным странам. Ну, я думаю, что нет такого общего понимания, и это такая, скажем, довольно тоже максимализированная, скажем, формулировка, потому что очевидно, что никакие северокорейские солдаты до Италии, до Испании, до Португалии наступать не планируют. Да и Путин не планирует наступать ни до Италии, ни до Испании, ни даже до Франции, да и, наверное, до Германии. Не факт даже, что Путин готов вообще, так сказать, сражаться с НАТО и нападать даже на страны Балтии, хотя они, конечно, в самую уязвимую положение. Но уж тем более не на вот эти страны Большой Европы, Западной Европы. И это, конечно, создает у политических деятелей Западной Европы ну вот так вот неприятно и страшно, но, откровенно говоря, поверить, что это их война, и под угрозой стоят их страны, их жизни, там на их города будут лететь бомбы, вот этого, конечно, у них понимания нет, и я думаю, что это, наверное, более-менее объективное восприятие, потому что, ну, я повторюсь, сложно предположить, что при нынешнем состоянии российской армии, которая действительно большой кровью и с огромными усилиями, и даже не может без помощи там тех же корейцев справиться с украинской армией, что вот в таком виде она попытается наступать куда-то еще дальше. Тогда хотел переключиться на то, что происходит уже внутри России. Мы видим, что российская власть разворачивает все новые и новые репрессивные дела. Журналисты, которые обвиняют по делу ФБК, они вот, как стало известно, некоторые из них спят вообще в СИЗО на полу, то есть находятся фактически, опять же, в пыточных условиях. У врачей, которые подписали открытое письмо с требованием расследовать смерть Алексея Навального, прошли обыски и задержания. И вот исходя из этого, на ваш взгляд, оценивая то, что происходит сейчас, почему российской власти важно, несмотря на огромное количество проблем, которые связаны, не знаю, с украинскими диверсантами, с экономикой, со всем-совсем с этим, вот несмотря на это, с теми же квадроберами, с которыми тоже приходится им бороться, несмотря на это, они занимаются в том числе и борьбой с теми, кто связан, или как они считают, связан с ФБК? Ну, почему им не заниматься? У них, так сказать, вот эти вот все дармоеды, которые сидят в следственном комитете, в отделах ЭИ, в МВД и прочих, они ведь не уходят на фронт. Они должны чем-то заниматься, они себе находят занятия. Они, так сказать, бесконечно преследуют тех, кто не успел убежать, не успел уехать, кто остался по каким-то причинам в России, и кто как-то уже проходил по каким-то их делам, они их бесконечно преследуют, они повышают сроки. Вот у нас в Екатеринбурге есть такой персонаж Ярослав Шершиков, ему вот взяли и увеличили срок с двух до пяти лет, например. То есть он уже и так сидит, а ему срок увеличили. То есть им же надо кого-то карать, кого-то выявлять, кого-то сажать, над кем-то издеваться, ну а выбор-то не очень большой остается. Да, вот не вас, на меня там в России нет, а вот те, кто есть, на них все это и вываливается. И это, ну, к сожалению, никак не зависит от успехов на фронте или там не успехов на фронте, ни от чего не зависит. Есть карательные органы, которые получают деньги, у которых бюджеты, а у этих вот сотрудников звания, премии, отпуска связаны с разоблачением преступников, там, шпионов, редителей, диверсантов. Вот они их и будут разоблачать. И я, опять же, сошлюсь, так сказать, на баснословный пример Третьего Рейха, что уже когда Берлин штурмовал Красная Армия, ничего, внутри Берлина продолжали действовать СС, Гестапо и вешать людей, которых обвиняли в том, что они распространяют панические настроения и так далее. Этим занимались вплоть до капитуляции Берлина. То есть предположить, что какое-то развитие событий на фронте остановит репрессии внутри страны и смягчит их, нет. Чем дальше, тем они будут хуже, безжалостнее и подлее. Ну и вот тем временем Юлия Навальна дала интервью BBC и, среди прочего, заявила, что если вернется в Россию, то пойдет кандидатом в президенты. Такой вопрос для старта этой беседы. Как вы вообще восприняли это заявление? Ну, я все-таки посмотрел все интервью. Это действительно очень сильное, очень интересное интервью. И я бы не сказал, что это самый главный ударный момент в этом интервью для меня. И она не просто сделала это заявление, а ее спросили напрямую про это, собственно, журналистка BBC. Ну что, я, так сказать, считаю, что это правильное решение. Другое дело, что она же не говорит, что она прямо сейчас поедет в Россию или что на первых выборах президента когда-нибудь в каком году они должны быть, что она прямо вот возьмет тот, что сядет самолет и прилетит. Она, в общем, дала понять совершенно справедливо, что вот если будут демократические свободные выборы, участие в которых не будет предполагать, что ее прямо в аэропорту посадят в тюрьму и там отравят, то почему бы и нет? Почему она, так сказать, не имеет права участвовать в выборах, как и любой другой гражданин России? И это хорошее, правильное решение. И я надеюсь дожить до этих времен. Но я просто не думаю, что это какая-то программа действий со сроками и с прямо простроенным планом. Потому что мы прекрасно понимаем, что на ближайших выборах президента, если до них доживет Путин, участвует Путин, он же и победит. К сожалению, пока он у власти, других вариантов не просматривается. А в таком случае что вам показалось наиболее любопытным, интересным или важным из этого разговора? Ну, не знаю. Мне показалось, что надо его воспринимать как бы как целостное явление, потому что Юлия там, конечно, выглядит очень интересной, очень многогранной, очень сильной женщиной, очень сильным перспективным политиком. И мне кажется, это самое интересное, что мы, в общем, видим вот такого нового политика с большими перспективами, которые, ну вот, Путин сам себе его родил. То есть, он уничтожил Алексея, он убил его, он, так сказать, очевидно надеялся, что на этом всё и закончится. Ну вот, он сделал Юлию политиком. И я думаю, что она может оказаться гораздо более серьёзным противником. Не в том смысле, что, ну, это разно, нельзя сравнивать, чем занимался Алексей, как он боролся, что сейчас происходит. Но в истории, в современной политической истории есть много примеров, когда именно жёны убитых оппозиционных политиков приходили к власти. Это было в Пакистане, это было на Филиппинах, это во многих местах было. Действительно, убивали мужчину, ну, там, не знаю, были варианты отца, убивали дочь, приходило. То есть, как бы вот казалось, что мы избавились от проблемы, а на самом деле нет. На самом деле убийство мужчины вызывало к жизни и его жену или его дочь, которые, может быть, не мечтали об этом, но они становились. И показывали, что женщины могут быть очень эффективными, сильными политиками, даже сильнее мужчины и яростнее, и настойчивее. Поэтому в этом смысле мне кажется, что Юлия Навальная это очень интересный и перспективный политик. Ну, и между тем, вот такое наблюдение, я тоже почитал интервью, у меня тоже становилось такое впечатление с одной стороны грусти, с другой стороны какой-то надежды, ну, естественно, сочувствие Юлии Навальной, но между тем, если говорить о каком-то новостном контексте, информационном контексте, чем сопровождалось интервью, я заметил, что в интернете, в отдельных твиттерах и там фейсбуках даже такой разговор все равно у отдельных пользователей, у отдельных представителей, не знаю, активистов, может быть, у отдельных, все равно вызывает споры, и кто-то даже непонятно зачем приходит и к Юле и как-то комментирует ее слова и оскорбляется на них, какие-то претензии выдвигает, то же самое мы видим на примере с Ильей Яшином, который делает, казалось бы, такие, ну, вполне себе аккуратные заявления, но все равно сталкивается с огромным количеством хейта, несмотря на то, что он буквально вчера вышел из тюрьмы. Вот, на ваш взгляд, что сейчас происходит вообще с интернет-средой, потому что, честно говоря, ощущение какой-то просто поразительной токсичности во всех соцсетях, которые в том или ином виде поднимают тему политики. Ну, я думаю, это все-таки токсичность, во-первых, отдельных сетей, потому что некоторые сети гораздо более токсичны, чем другие. Можно сидеть в каких-нибудь третцах, и там вообще-то все со всеми мило раскланиваются, и ничего плохого не происходит. Наверное, есть там какая-то свой вайп в каких-нибудь снапчатах, пожалуйста, еще где-нибудь в одноклассниках совсем другая среда. Там тоже, конечно, хватает хейта, но в другую сторону. Нет, я думаю, что есть просто ограниченный круг очень активных людей, которых на самом деле не так много, может быть, несколько тысяч. Но здесь, знаете, как в старом анекдоте про теорию относительности, что три волоса на голове это мало, а три волоса в тарелке супа это очень много. Так и здесь, что, допустим, несколько тысяч человек, пусть положим, даже 10 тысяч человек, это на самом деле с точки зрения населения России, с точки зрения даже эмиграции, это очень мало. Но если все эти 10 тысяч человек придут, например, под наш эфир и напишут какие-то гадости, у нас с вами, конечно, будет ощущение, что весь интернет пришел нас к проклястью. Или, например, вы что-нибудь напишите в Твиттере и к вам, не знаю, получите там 500 комментариев на тему, какой вы негодяй. У вас тоже будет полное ощущение, что против вас весь мир. Против вас не весь мир, против вас всего пришло, значит, там несколько сот персонажей, причем часть из которых, может быть, это несколько аккаунтов одного и того же человека, например, да. Но иллюзия такая, что да, вот это люди ходят, ругаются. То есть надо сразу понимать, что это такая небольшая, очень активная среда, не обязательно, что это не живые люди, не настоящие, это могут быть вполне настоящие, искренние люди, но не надо переоценивать, что их очень много. Потому что значительное количество людей, даже которые смотрят передачи на Ютубе, это всегда видно, что комментариев гораздо меньше, чем просмотр. То есть значительное количество людей просто потребляет контент, никак на него не реагирует. Но если человеку все нравится, он поставит лайк. А если человеку что-то не нравится, он напишет 55 комментариев, как ему все не понравилось. Вот мне кажется, в этом вся отгадка. И то, что не всем нравится Яшин, не всем нравится Юлия Навальевна, это нормально. И, кстати, Юлия в интервью, она про это и говорит, ее там спрашивают, вот этот избитый вопрос объединения позиций, она говорит, ну вот, потому что у людей, которым не нравится Путин, разные взгляды, и они, в общем, между собой конкурируют. Что в этом странного? Ну, я тоже всегда, когда разговариваю с иностранцами, я тоже им всегда говорю, слушайте, ну вот в парламенте, не знаю, в Германии сидят люди, которые, может, друг друга, или Франция, которую-то друга, может быть, ненавидят, но они же сидят в одном парламенте. Вы же не требуете, чтобы они все полюбили друг друга, и президента Эммануэля Макрона, как бы, да? Что многие Эммануэля Макрона терпеть не могут. Ну, так вот устроен парламент, что там сидят разные люди с разными взглядами, и все они, так сказать, представляют Францию. Ну, вот у нас в эмиграции такая тоже парламентская атмосфера, где есть разные фракции, которые друг друга не любят, да, в общем-то, и не обязаны любить. К сожалению, некоторые свою нелюбовь уплёскивают слишком экспрессивно, но я, например, не вижу в этом никакой проблемы, и я так понимаю, что и Юля в этом не видит никакой проблемы, и что, кстати говоря, демократический политик всегда должен сходить из того, что всегда, всегда будет значительное количество людей, которым ты не нравишься. Более того, в демократических странах ты можешь победить на выборах, особенно, когда мы говорим о парламентской демократии, то есть партия может набрать 30% голосов и победить, но при этом 70% общества за эту партию не голосовало и может не относиться очень плохо и к её лидерам. Поэтому вот это наше какое-то российское ожидание, что все должны всех полюбить, и вот никто не смеет слово против сказать, и так, конечно, никогда не будет, и мы должны к этому относиться терпимо. Хотя, конечно, когда всё переходит на какие-то оскорбления, обзывания, какие-то гнусности, ну, это уже другое, и я всё-таки списываю это как раз на работу каких-то злонамеренных профессионалов. Ну, и между тем, хотел перейти к другому топику, в общем-то, у вас в Телеграм-канале вы ссылку оставляете на вашу же статью, которая касается демонтажа пропаганды. Поэтому, друзья, если интересно почитать, обязательно переходите, в описании будет ссылка на Телеграм-канал Фёдора, и, соответственно, можете со статьёй ознакомиться. Ну, и вот там речь заходит, вы там рассуждаете в том числе и о 70-х тире 90-х прошлого века описываете, как пропаганда была устроена тогда, что противостояло этой самой пропаганде. И вот сейчас мы видим, как, скажем так, есть некий у людей запрос на рефлексию на тему 90-х, это уже такой некий мейнстрим, мы по предателям это видим. Собственно, давайте начнём с рисков. Какие риски нас ждут при неожиданном падении режима Владимира Путина в плане именно пропаганды? Ну, да, это статья, я написал её для Free Russia Foundation, где я, собственно, работаю, и на сайте она и опубликована. На самом деле, мне кажется, что у нас какие-то довольно идеалистические представления о том, как рухнет путинский режим, и что он прям весь куда-то испарится. Это, на самом деле, неправда, никуда весь не испарится. Более того, ситуация у нас гораздо более тяжёлая, чем была, например, в советское время. Почему? Потому что, когда началась перестройка, все медиа заключались только в том, что телевидение и печатные издания какие-то. Соответственно, как только КПСС и Горобачёв сказали, что теперь у нас свободное слово и стали в приказном порядке, значит, повелели звать на телевидение разных людей, там, снизили контроль за размножением печатных материалов, тут же, так сказать, началась вольница. Но, опять же, интернет и сверху ушла инициатива. И поэтому, кстати говоря, многим, особенно людям старших поколений, кажется, что, ну, а какая проблема демонтировать пропаганду там Путина, да? Мы просто вместо Соловьёв посадим в кадр какого-нибудь хорошего человека, значит, выгоним вот этих всех боубесов, вместо них посадим хороших и будем, значит, проповедовать добро. И пропаганда исчезнет. Ну, как вот в известной повести Стругацких, вот эти башни выключат, значит, и всё хорошо будет. И я как раз обращаю внимание на то, что мы живём в другое время. Например, что делать с интернетом? Куда его девать? Почему мы думаем, что вот когда нас всех выгнали из легального медиаполя, мы все ушли, значит, в интернет, или там телеканал Дождь отключили от метровых каналов, они ушли в интернет и до сих пор там сидят? Почему мы думаем, что так же не поступит, условно говоря, наш неуважаемый оппонент? Почему мы думаем, что все эти Киселёвы и Соловьёвы не уедут, условно говоря, в Северную Корею, не будут сидеть в Ютубе и оттуда говорить всё то же самое? Собирать донаты и так далее. Ведь они тоже смогут собирать донаты. Вот мы же как-то всем этим занимаемся. Почему они не могут этим заниматься? Опять же, если мы говорим о свободе прессы, ну почему мы не думаем о том, что самые богатые люди в России после Путина это будут какие-то вот бонус-получатели режима. Это будут люди с огромными деньгами. Что будет мешать им создавать и финансировать свои частные СМИ, которые, пользуясь свободой и слова, будут, значит, на чём средство открыть новую демократическую власть и говорить, что при Путине всё было хорошо, например. Я уж не говорю о том, что не так просто решается вопрос, например, с иностранными агентами. Мы говорим, это абсолютное зло. Я согласен, я сам иностранный агент. Ну а как мы отнесёмся к тому, если, например, в России будет работать какое-нибудь китайское телевидение, спонсируемое китайским правительством? Хорошо или плохо? Оно имеет право или не имеет право? Или там иранское телевидение, или какое-нибудь турецкое, которое будет целенаправлено, и там Саудоскарае будет финансировать какой-нибудь бахабитский канал. Это нормально или ненормально. Мы, так сказать, должны это приветствовать или нет. Вообще, это, кстати, у нас ситуация гораздо сложнее сейчас, чем была в советское время, и, соответственно, демонтаж этой пропагандистской машины, он будет гораздо сложнее, чем тогда происходило. И, возможно, гораздо более неудачливым, потому что даже тогда не удалось всё поломать. Например, уцелели какие-то газеты, коммунистические, Советская Россия, ещё там целый ряд, которые, ну, в общем, пережили трудное время крушения КПСС и потом довольно быстро развернули атаку на новую власть, причём не с точки зрения каких-то вот практических спор, потому что правильно, с властью надо спорить, а просто они ненавидели её в принципе и говорили, нет, давайте вернём Советский Союз. И почему мы, если это было возможно в то время, когда никакого интернета не было, производство газеты это очень дорогая и самое главное распространение в масштабах России и Советского Союза это очень хлопотное и дорогое дело. А сейчас-то что? Ну, они засядут в интернете и будут оттуда, так сказать, нас поливать. Я не говорю, что это там надо как-то запрещать, не пущать. Мы просто должны быть к этому готовы и понимать, что вот эта вот идеалистическая концепция, что просто, так сказать, одни и другие заменить и всё у нас навадится, это не совсем правда. Мы должны к этому как-то готовиться и понимать, что значительная часть общества останется индоктринированной и с ней надо будет как-то очень аккуратно работать и ни в коем случае не допускать ситуации, когда эта часть общества просто будет продолжать слушать своих вот этих вот крикунов и станет вот такой опорной силой для реванша, например. Ну, то есть, понятно, что сейчас об этом думать гораздо слишком рано, но я просто пытаюсь как-то заранее поднять эти вопросы, что планируя какое-то будущее, планируя переустройство России там и демонтаж пропаганды, не стоит ориентироваться на прошлое, потому что медиасреда и технологическая среда потребления медиаконтента настолько сильно изменилась по сравнению с прошлыми какими-то историями, что мы, в общем, можем столкнуться с гораздо более сложной ситуацией, чем смена караула в телеканале Австанкина. В конце концов, кто будет смотреть телевидение, его сейчас уже мало кто смотрит, то есть не в телевидении не делает. А такой точнейший вопрос, я иногда слышу такую претензию, может быть, от журналистов, наверное, в первую очередь, которые анализируют то, что было в 90-х, и вот они говорят, что как раз в 90-е были брошены люди, у них как бы не было, скажем так, и политиков, и тех, кто мог с ними в том или ином виде разговаривать, брошены люди, которые к Советскому Союзу относились не слишком плохо, и особенно это касается каких-то медиа-каналов, того, что появлялось тогда. Вот насколько вам кажется эта проблема может возникнуть и сейчас? Ну, она обязательно возникнет. Если мы проповедуем свободу, то там будет все точки зрения. И тут вопрос очевидно в том, что ошибка, которая была допущена в 90-е годы, кстати говоря, она стояла именно в том, что журналисты передовые, ну, как и мы сейчас, как и наши, они придерживались радикальных взглядов, то есть радикально антисоветских, радикально прозападных, да, а общество, оно как бы не очень к этому было готово. И какая-то часть общества, она, конечно, стала развиваться вот в сторону туда, да, то есть они слушали по телевизору вот эти все рассказы про Запад, про демократию, про капитализм, думали действительно все правильно и туда двигались. Но какая-то часть общества, она восприняла все это агрессивно, а с ней никто не разговаривал. Ну, то есть вы или типа с нами, или вы там краснокоричьи. Ну, хорошо, они, так сказать, сказали, да, мы краснокоричьи. Это то, что мы сейчас, кстати, наблюдаем, вот, например, в Молдове на выборах, где прошел референдум, и я так понимаю, что там страна раскололась примерно, чтобы они на Молдову ни в какую Европу не хочут. Почему? Ну, вот не хотят. Им не нравится вот современная Европа с ее ценностями, да, там их на эту тему агитировать. Здесь тоже надо быть очень осторожным. То есть это вот концепция, что можно выйти в вообще российский эфир сразу после смерти Путина и начать проповедовать там какие-то передовые западные, так сказать, ценности прям радикально, да, вот прям противоположно всему тому, что там говорили, это вызовет всеобщее прострение. Нет. К сожалению, это скорее всего вызовет поляризацию, то есть какая-то часть значительной аудитории просто шарахнется и скажет, нашу страну захватили западные агенты, а правду мы узнаем от наших проверенных источников информации, благо вот они сидят в интернете, а тут нам рассказывают, как рептилоиды Россиюшку захватили. К этому надо быть готовыми, и мы, если мы не научимся разговаривать с разными аудиториями на понятном языке, в том числе с не очень симпатичными людьми, налаживать контакт и оставлять их в демократическом поле, чтобы они боролись за свои идеи, создавали партии, как-то вот это все, а не просто ушли в отрицаловый, не ушли в какой-то негатив ко всему и не стали опорой для каких-то радикальных разрушителей, ну или просто для радикального торможения процессов обновления, это, конечно, задача в том числе и прессы, и медиа, и журналистов. Ну что ж, Федор, спасибо вам большое за разговор. Федор Крашенинников, политолог, был в нашем эфире.